Приветствую, с вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрий Гордон, гостях у Гордона. У нас сегодня специальный эфир, который посвящен смерти, я пока скажу это слово, смерти российского оппозиционера Алексея Навального. И мы подумали, что кто, как не этот человек, сможет нам объяснить, как вообще такое происходит в России, как такое может произойти, какие методы при этом употребляет силовой блок. Конечно, кто отдавал приказ для этого преступления и кто повинен в этом. У нас сегодня в гостях бывший сотрудник КГБ, подполковник, офицер комитета госбезопасности Владимир Попов. Владимир Константинович, приветствую вас. Занин Александрович, приветствую вас тоже. Друзья, перед тем, как мы начнем, я вас призываю, очень кратко подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Еще раз Дмитрий Гордон в гостях у Гордона YouTube-канала «Олеся Бацман». Оставляйте как можно лайков и комментариев. Это действительно очень и очень важно. Это топовая тема. Значит, 16 февраля власти России, Федеральная служба исполнения наказаний, сообщили, что умер Алексей Навальный. Умер он в тюрьме. ИК-3 «Полярный волк». Умер якобы от того, что оторвался тромб. Ситуация, понятное дело, непростая, очень сложная. И Путин, когда услышал эту новость, находясь в Челябинске на одном из заводов, просто радовался, ликовал и сухмолкой отвечал на вопросы журналистов и рабочих этого завода. Как вы считаете, кто отдавал приказ? Была ли это смерть случайной или же это убийство? Давайте называть вещи уже своими именами. И, в принципе, как это процедурно могло происходить? Ну, прежде всего, наверное, будет, по моему мнению, довольно просто на этот вопрос ответить. Таким образом, что тот, кто его и помещал в тюрьму, а предварительно еще по надуманному обвинению осудили первоначально на три года, когда Навальный находился за пределами России. И тот, кто давал команду на его отправление новичком, тот и поведен, то есть конкретно Путин. И независимо от того, смерть была, условно говоря, естественной, если это оторвался тромб, либо преднамеренной, то есть попросту его умертвили каким-то образом, конечно, виноват режим, и тот, кто его возглавляет, Владимир Путин. Потому что все эти годы нахождения Навального в тюрьме, все к этому и шло. Первоначально, как я уже повторюсь, на три года он был осужден по надуманному обвинению, чуть ли не каждый год добавлялось время пребывания в местах лишения свободы. В итоге, если мне память не изменяет, 9,5 лет, как назвали его террористом, экстремистом, и на 9,5 лет осудили в очередной раз. И во время пребывания в заключении, опять же, по надуманным предлогам, его на длительные сроки помещали в так называемые, шизо их называют, одним словом, в штрафные изоляторы, где условия пребывания довольно жестокие. Поэтому, конечно, это негативно влияло на его организм, плюс ослабленный, конечно, отравлением новичком. Все в итоге это привело к тому, чего Путин и желал, тем более в год выборов президента, хотя, конечно, Путин в очередной раз, я условно покажу, выиграет эти выборы. Но, тем не менее, один из его активных противников, оппозиционеров, теперь мертв. Так что, так сказать, здесь по известной, так сказать, логике, кому это было выгодно? Конечно, Путину и его режиму. Скажите, пожалуйста, давайте, ну, допустим, что, скорее всего, так и было, что это убийство, что это заказное убийство со стороны Кремля и Путина, людей в окружении Путина. Путин дает приказ, да, и понятное дело, что он таким образом передает определенные сигналы. Он всегда передает сигналы, когда убивает того или иного человека. Мы помним смерть Бориса Хмельевича Немцова непосредственно недалеко от Кремля. Это был очень четкий сигнал тем, кому нужно. Вот убийство Навального – это сигнал кому? Это сигнал какой для оппозиции? И есть ли это сигнал в том числе и для КГБ? Давайте так, кстати, перед началом условимся, что КГБ я буду называть систему, которая функционирует сейчас. Потому что для меня это продолжение. По сути дела, так сказать, она только под этой вывеской, а и поставить та же самая, конечно, КГБ, безусловно. Какой сигнал оппозиции и какой сигнал комитету? Не знаю в части комитета какой сигнал. Он и так, так сказать, следует четкой воле и его указаниям. А в части всех других населений Канады, да и тех, кто пребывает, так сказать, вынужденно за пределами Канады, инагенты, такие люди, как я и другие. Это, так сказать, очередной пример того, что, так сказать, знаете, я так приведу такой пример. У меня был начальник, который любил повторять такую фразу. Кстати говоря, он немало лет отработал начальником 5-го отдела в Магадане, а потом был переведен в Москву, так он говорил так, что на то ищу-ка в реке, чтобы карась не дремала. Вот сигнал такой, что имейте в виду, за всеми есть догляд. Догляд, и рано или поздно, так сказать, придет за вами кара. Вот такой сигнал, я думаю. Когда я говорю о сигнале для КГБ, я подразумеваю вот что. Может быть, мне интересна ваша точка зрения. Путин, как по мне, передает сигнал следующий, что, смотрите, ребята, нет никакой альтернативы, нет никакого другого варианта, другого пути, никто никого освобождать не будет. Я надолго, режим такой надолго, и будете сидеть со мной столько, сколько я захочу. И те, кто хотел еще как-то что-то там пошатнуть и подумать, может быть, можно его убрать, после смерти Навального, я имею в виду КГБ, сели и просто поняли, что ничего не получится. Как вам такая история? Трудно не согласиться с вашей точкой зрения. Я не думаю, что уж так много в стенах, условных стенах нынешнего, так сказать, ФСБ и КГБ идейных противников Путина. То есть, вот, к примеру, они выполняют свои функции, а, так сказать, внутри они как бы, так сказать, молчаливые такие оппозиционеры. Я не думаю, что там их много, а может быть и вообще их нет. Поэтому в любом случае они прекрасно отдают себе отчет, как офицеры, осуществляющие государственную безопасность того режима, который существует, что чем дольше будет Путин во власти, тем, условно говоря, будет спокойнее. Все стабильно, карьеры движутся, получают они, так сказать, за это дело денежное вознаграждение. Все хорошо, все нормально, никаких изменений не будет. То есть, он показал, то есть, Путин показал таким образом, что, ребята, все нормально, все хорошо, все спокойно, мы всех врагов будем прижимать и уничтожать. Это было показательное такое убийство, правильно? Ну, давайте мы попробуем применять здесь юридические нормы. Пока нет свидетельств о том, что это именно убийство, скажем так, смерть. Но смерть, совершенно очевидно, выгодна этому режиму, безусловно. Вот, поэтому либо убийство, либо смерть, все равно, так сказать, понятно, кто бенефициар, так сказать, этой смерти Навального, вот, а сигналы, да, пожалуй, вот такие, что, да, ребята, все нормально, все спокойно, врагов будем душить, и все будет продолжаться так, как оно есть на сегодняшний день. Вот, наверное, так. Что меня очень сильно смутило, я внимательно отслеживал просто все эти какие-то, скажем так, детали того, что происходило сегодня. Значит, во-первых, Федеральное служебное исполнение наказаний сообщило о смерти Навального спустя несколько минут после появления информации о заключении врачей. Это, в принципе, невозможно. Так быстро ни один бюрократический орган в России не действует, и вообще в мире так не действует никто. Это первое. Второе, что скорая помощь, то она ехала, значит, 7 минут, то потом оказалось, что она находит со станцией за 30 километров или 35 до этой тюрьмы, и, понятно, за 7 минут она не могла доехать, стали путаться в показаниях. Потом вот еще какой интересный момент появился, что врачи без патологоанатома, без вскрытия тела обнаружили, что у него, значит, оторвался тромб. Это, в принципе, тоже невозможно. Ладно, оставим это, мы скоро все равно это все узнаем и поймем. Но меня интересует вот что. Как обычно КГБ, мы говорим о заказчике, да? А если сказать об исполнителе? Вот исполнитель находится в тюрьме. Как этот исполнитель обычно действует в той системе, которую представляет, как бы, да, вот КГБ заказало. Как обычно действует исполнитель для того, чтобы уничтожить человека, такого, как Алексей Навальный, или другого иного политзаключенного в тюрьме? Ну, я не очень знаком, скажем так, с тюремной практикой, как там все это происходит. Но в любом случае, как у ФСИН, так сказать, и места нахождения людей в заключении и все прочее, контролируется, безусловно, органом государственной безопасности. То есть курируется. У каждого подобной организации есть куратор, который имеет там свою агентуру, не только и прежде всего даже не среди заключенных, а среди персонала, который, так сказать, наблюдает за этими заключенными. И поэтому порой это может звучать даже так, что не обязательно скажут «пойди и убей такого». Скажут, ну, вот есть формы, так сказать, такие применительные, так сказать, скажем так, из опыскому языку сказать, вот что-то, так сказать, этот парень, условно говоря, зажился. Ну, к примеру, вот такая формула. Это не значит, что команду, так сказать, убить. И поэтому человек, который отдает или высказывает подобные, так сказать, допускает подобные выражения, он потом всегда может сказать «а я не говорил, что убивать». Ну, сказал «зажился». По моему мнению, он зажился. А тот, кому это было сказано, соответственно, или тот заключенный, который есть, которому, возможно, пообещают потом условно-досрочное освобождение вскоре, идет и делает черное дело. То есть это не конкретный сотрудник, а тот же заключенный, который находится под контролем оперчасти, так называемой, оперативной части, которая контролирует заключенных, который вербует, так сказать, среди них агентуру, они выполняют, так сказать, те указания, которые они поступают. А оперчасть, конечно, находится под контролем органов государственной безопасности, конкретно КГБ, ФСБ. Вот такая, так сказать, схема. Ну, тут мне представляется, что, учитываясь, что Навальный был в ШИЗО, очень часто, что он был в камере одиночки, что его выгуливали по одиночке, мне тут представляется, что тут обошлось как раз, быть может, даже и без заключенных, а непосредственно это связано с охраной или с кем-то еще. Вы как думаете? Может быть, такой вариант? Да, конечно, вполне, вполне. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Сейчас продвигается такая история, такой сигнал, что Навальный в России, что Навальный — это сакральная жертва Запада. Вот такая вот задача дана Кремлем. Эту задачу активно продвигают. Постоянно все эти сейчас пропагандисты тиражируют это сообщение. Вот как вы считаете, какая цель? Почему Путин тиражирует именно этот сигнал, что Навальный — сакральная жертва Запада? Ну, потому что, естественно, как она уже в первый же день, так сказать, гибели Навального, это, безусловно, не просто смерть, а гибель видного пенсионера и конкретно путинского пенсионера. Конечно, будет преподноситься к Кремлем именно так, что вот для Запада это сакральная, так сказать, жертва. Теперь все будут винить и Путина, и прежде Путина, и его режим в том, что, так сказать, он расправился с Навальным тем или иным образом. Ну, и поэтому, так сказать, это и будет звучать как сакральная жертва для Запада. То есть Запад как бы по мнению или по привносимым мнениям в общественное мнение Путина и его режима, что именно так это будет интерпретироваться западными средствами массовой информации и теми, кто будет пытаться исследовать эту проблему. Один из тех, кто продвигает этот тезис, это непосредственно спикер Госдумы Володин. И я вот сейчас хочу вас поспрашивать о тех или иных людях во власти имущих кабинетах, особенно, которые связаны с этим делом. Насколько они вовлечены в систему КГБ или были вовлечены? Являются ли они агентами или не являются? Вот господин Володин, с точки зрения системы КГБ, это кто? Ну, в данном случае дело ещё и в том, что Володин появился во власти, когда я уже довольно долго жил в Канаде, поэтому я не настолько осведомлён о его жизни, так я отчасти читал о нём. Ну, прежде всего, я выскажу своё личное мнение то, о чём я знаю в отношении него и могу судить. Это редкий мерзавец, которому главное, так сказать, служить Путину, потому что благодаря нам остаётся во власти. Известно его выражение «без Путина нет России» и так далее. Независимо от того, агента или не агента, он в любом случае действует в этом русле. И в книгах, в ряде интервью я говорил о том, что в системе КГБ, нынешнего ФСБ, так сказать, и всё прочее, существовал такой институт так называемых доверенных лиц. Агентура и доверенные лица. По сути дела, доверенные лица – те же агенты, только не официально оформленные как агенты, но выполняющие те же функции. Вот Володин в данном случае, по моему мнению, являются вот таким доверенным лицом, тем более на таком высоком достаточно посту, как спикер Государственной Думы. Именно не агент, а используется, по крайней мере, не как по сути, как агент, но являющийся доверенным лицом. Потому что такой категории лица не вербуются, официально не вербуются. Сегодня новость о смерти Навального со стороны российской власти тиражировал никто иной, как Дмитрий Песков. Спикер Путина. Дмитрий Песков – агент КГБ. Ну, с учётом того, дело ещё и в том, что немалые категории дипломатов, работающих за границей, они либо вербовались в службы внешней разведки, тогда первым главным управлением, а я напомню тем, кто, может быть, не знает этого, в этом, наверняка, так сказать, в курсе, несколько лет он проработал в Турции в качестве дипломата. Но и у него отец, если мне не изменяет память, был то ли разведчиком, то ли поуразведчиком. Да, да. И поэтому нельзя исключать того, что он тогда… Да, дело ещё и в том, что, опять-таки, было такое понятие дипломатов чистых и нечистых в советские времена. Чистые – это которые не имели отношения, так сказать, к органам государственной безопасности, к службе внешней разведки, а те, которые, словно говоря, нечистые, те, которые привлекались для выполнения заданий службы внешней разведки. Вот. Вполне возможно, что с тех времён, так сказать, Песков имел отношение, действительно, к органам государственной безопасности, но здесь нужно ещё отметить некоторую особенность Путина. Путин приближает, как правило, к себе людей, либо бывших сотрудников, либо агентуру, либо людей, на которых он имеет компромат, теми, кем он может манипулировать и управлять. Поэтому, вполне возможно, Песков как раз в этой категории и является. Либо как агент, либо использовал тот, кто использовался ранее в службе внешней разведки для выполнения каких-либо заданий. Кто и как формирует списки по ликвидации в КГБ? Какая была практика? И как эта практика изменилась? Какая ситуация сейчас? То есть, имеет ли отношение, допустим, первое лицо государства, учитывая, что это первое лицо государства, это выходец из системы КГБ, к формированию списков по ликвидации? Ну, вы знаете, я думаю, что это было бы, наверное, довольно упрощенно сказать, что кто-то там ведет, так сказать, конкретный учет и кого нужно уничтожать. Просто это может звучать так, что, вот, так сказать, ну, к примеру, условная конструкция, к примеру, при докладе Бортикова о Путину, он, конечно, докладывает о тех процессах, которые проходят в стране, и о тех, так сказать, оппозиционерах, которые действуют. Что-то вот этот, так сказать, надоел совсем. Он не говорит, что, так сказать, его надо убрать или что. Следует что? Возбуждение уголовного дела, помещение, вот, в частности, как с Навальным, в тюрьму, а потом, так сказать, смерть. Либо, как, скажем, с тем же немцом погибшим, именно погибшим, так сказать, цинично убитым под стенами Кремля. Опять-таки, в разговоре с Емжи Кадыровым, можно сказать, вот надоел этот человек, а Кадыров, как он сам говорит, верный, так сказать, солдатик Путина. Все это четко понял, и, так сказать, произошло убийство немцов. Вот таким образом. Я не думаю, что специально, так сказать, ведется какой-то реестр, кого нужно уничтожить, или все. Просто те фамилии, которые на слуху, которые беспокоят режим, естественно, они находятся в поле зрения тех, кто руководит страной, и теми, кто, так сказать, осуществляет государственную безопасность этого режима. А они, так сказать, уже, так сказать, в угоду режима и действуют. Какие категории, условно, вот если мы говорим о категориях, какие категории наиболее рискованные для режима? По кому ведется, как бы, допустим, слежка, и кто может быть под такой зоной риска, условно? В списке по ликвидации. Ну, я сейчас скажу. Я, может быть, немножко издалека начну. В одном из прошлогодних интервью была у меня, так сказать, телевизионная запись одного из интервью в Торонто. Я приводил такой пример, что каждый оперативный работник, находящийся на службе в службе государственной безопасности, должен иметь агентуру, то есть вербовать агентуру. Агентура должна давать сигналы о какой-то негативной деятельности, естественно. Либо это в области, ну, условно говоря, там шпионаж, там, так сказать, политическое деятельность или что делать. Появляется сигнал, что, к примеру, вот, так сказать, агент сообщает о том, что кто-то, так сказать, занимается, ну, к примеру, антипутинской пропагандой, к примеру, в своем окружении. После этого возникает дело. Дело в советские времена это называлось «делооперативной проверки». Если получались достоверные материалы о том, что, да, действительно, человек этим занимается, назывался так называемый «Дор», дело оперативной разработки, которое уже велось вместе со следователем следственного отдела, тогда он назывался следственный отдел, хотя по структуре этого управления из политических соображений следственный отдел не называли управлением. Вот. Для того, чтобы подготовить материалы для передачи в суд. Дальше суд и помещение человека, так сказать, в определенные места. То же самое происходит и сейчас наверняка. То есть сигнал, дело, потом уголовное дело и, соответственно, принятие решения. Либо помещение в заключение, либо, если, так сказать, есть какие-то варианты иные, к примеру, определение как иностранного агента с различными ограничениями возможности проведения политической деятельности. И вот таким образом, так сказать, пытаться закрыть рты тем, кто выступает против существующего режима, то есть находится в оппозиции. Ну, в основном, кто более всего интересен? То есть иноагенты, оппозиционеры, вы сказали, кто еще? Вот риски какие? Ну, я повторюсь, припечатление тех, кто по мнению властей и придержащих представляет для них опасность. А кто это? Это может быть абсолютно кто угодно. К примеру, так сказать, вот такой, так сказать, потешный карикатурный, может быть, персонал, как Киркоров. Ну, к примеру, я условно говорю. Или даже Собчак, скажем так, крестница, так сказать, Путина. Ну, и такие фигуры в том числе. А, кстати, если так очень кратко, Ксения Собчак – это кто с точки зрения КГБ? Ну, фигура достаточно сложная, потому что Путин, надо дать должное, он предан, так сказать, своим друзьям, а верно он служил до определенного момента отцу Ксении Анатолия Собчак, но хотя есть моменты, так сказать, свидетельствующие о том, что смерть Собчака была довольно странной, хотя бы потому, что в момент его смерти находились два агента КГБ рядом с ним, Бабек, Серуш и Калманович. Вот, есть там, так сказать, моменты такие. И не случайно Путин способствовал его отъезду, так сказать, во Францию, по надуманному поводу с тем, чтобы лишнего не сказал, есть момент. Как мне представляется, Собчак для Путина, Ксении Собчак – головная боль. Мать Нарусова, так сказать, сенаторша, она ведет себя весьма неоднозначно и порой провокационно попросту по отношению к лосям, придержащим. Думаю, что головная боль. Но пока, так сказать, не рискует, хотя вот, так сказать, как бы условно, так сказать, нынешним нарративом скажу, на нее освещлен был наезд в виде двух фильмов на НТВ, возможно, вы знаете. То есть ее пытаются, в общем-то, тоже так как бы привести в определенные рамки. Если не получится, то, скорее всего, как мне представляется, объявят иноагентом, и она вынуждена будет, наверное, так сказать, тоже страну покинуть. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока «Гордон в шоколаде», и носки, и зефир «Гордон», и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Существуют ли в России какие-то группы в КГБ, отдельно взятые отряды, которые занимаются реквидацией людей? В тот период времени, когда я там служил, официально таких не было. Скажем так, как и в любом государственном учреждении, а и спецслужбы – это тоже государственное учреждение в некотором роде, существует, естественно, так сказать, разделение функций. Оперативной работой занимаются оперативники, технические службы, техническим обеспечением, так сказать, этой работодействии и так далее. В системе КГБ было оперативно-техническое управление, АТУ. В нем были подразделения, которые как раз готовили различные средства, начиная, так сказать, от ядов и технических средств от их применения. Тот же зонтик, так сказать, пресно-попамятный, которым укололи болгарского диссидента в Лондоне и так далее, или яды. И когда возникает необходимость, тогда оперативное подразделение обращается в техническую службу и говорит, что вот нам надо, так сказать, готовиться, так как называлось, в системе КГБ острые мероприятия, нам необходимо, не раскрывая, для кого это будет применяться, необходимые, так сказать, технические средства. Либо это, условно говоря, яд, плюс к нему технические, так сказать, средства, которые, посредством которого этот яд может быть введен кому-то, тот же новичок, условно говоря. Вот, кстати говоря, группа, которая ездила за Навальным, за Карамурзой, за Быковым, которые отравили их. Да, вот такая-то в системе КГБ подобного подразделения не было, готов это, так сказать, с определенной фермерностью сказать. Тогда это, такого не было. А сейчас, как мы знаем, существуют вот такие команды, своего рода, расстрельные. Как вы считаете, Путин попытается ликвидировать жену Алексея Навального, Юлию? Ну, для этого надо, так сказать, в его гнусный мозг залезть. Кто его знает? Может быть. Но я думаю, что при нынешней ситуации единственная, так сказать, возможность сохранить жизнь и детей, конечно, страну покинуть. Я думаю, что в этом препятствуйте и не будут. И потом, я не думаю, что, к сожалению, ее голос будет достаточно громким, в отличие от Алексея Навального. Тот был признан, так сказать, политическим оппозиционером и лидером оппозиции на тот период времени. Но она просто, так сказать, жена. Но риски есть. Конечно, безусловно. У Алексея Навального было детище фонда борьбы с коррупцией. Как вы считаете, КГБ, ФСБ проникло или попытается условно залезть как можно мощнее теперь в середину этого фонда для того, чтобы просто его нивелировать абсолютно? Я не думаю, что в данном случае триггером явится гибель Алексея Навального. Я думаю, конечно, такие попытки предпринимались. Возможно, они и успешны, кто знает. Исключать того, что среди тех, кто находится за рубежом и по-прежнему работает в этом фонде Алексея Навального, есть агентура, которая, может быть, действительно по команде из Москвы будет активизировать свои действия. Исключать это, безусловно, нельзя. Насколько она действенна и насколько глубоко ФСБ проник, сказать, затруднительно. Но наверняка такая работа ведется. Она велась со времен зарождения советской власти, когда внедрялась агентура в иммиграционные организации зарубежные, которые действовали против советской России в последующем. Это было уже в советский, в послевоенный период времени. Это такая проект существовала. Я думаю, что она не претерпела изменений. То есть, агентура там должна быть наверняка. Друзья, оставайтесь на всех наших YouTube-каналах. Напоминаю, Дмитрий Гордон, гостях у Гордона YouTube-канала Олеся Бацман. Обязательно оставайтесь как можно больше лайков и комментариев под этой беседой. Владимир Константинович, хочу у вас спросить относительно тех людей, которые сейчас являются самыми такими черными пропагандистами в России и которые уже вовсю занимаются тем, что чернят покойного ныне Алексея Навального и которые будут скорее всего отрабатывать заказы Кремля по Навальному и по его семье. В первую очередь относятся эти люди просто, да или нет, и может быть какая-то краткая история, относятся эти люди к системе КГБ. Она это агентура или же это полезные или идиоты, кто угодно. Маргарита Симоньян. Вы знаете, я в одном интервью ошибочно сказал, что, наверное, я упоминал Владимира Соловьева, так сказать, гнусный рот, который, по моему мнению, стопроцентный агент КГБ. В частности, Маргарита сказал, что вроде как не просматривается. Конечно, она не является полезным идиотом, она, скажем, она полезна, но сознательно идиот, скорее, вот так вот. Конечно, по моему мнению, на сегодняшний день однозначно агент и четко выполняющий линии, так сказать, своих кураторов. Отсюда, так сказать, вот такой во всех ее выступлениях нарратив и в части и Навального, Украины, всего того, что происходит в этой гнусной российской агрессии, человек совершенно четко ангажирован. То есть звучит не ее мнение, а мнение тех, кто, так сказать, ей руководит. Поэтому сто процентов, по моему убеждению, на сегодняшний день один. И поэтому, соответственно, так сказать, она делает все то, что выгодно режиму, во главе которого и стоит бывший офицер КГБ Путина, который и расставил всех своих бывших коллег на ведущие позиции в разных областях деятельности в стране. Владимир Соловьев, Владимир Соловьев. Да, ну, я про этого деятеля, так сказать, и писал в своих книгах. Совершенно удивительным фактом является то, что, окончив Московский институт стали и сплавов, этот деятель отправился в Соединенные Штаты Америки преподавать экономику. Очень доверен был достаточно молодым человеком. Не будучи агентом, конечно, он в эту командировку попросту бы не поехал, ну, и потом, соответственно, оказался на НТВ, хотя выступал там, когда НТВ разгонялось с антипутинской речью и все прочее, но это, так сказать, было для видимости, для того, чтобы убедить всех тех своих коллег, которые в то время вместе работали, что он такой же, как и они. А в действительности был, так сказать, условно говоря, заслом казачком, скажем, вот так. Агенты, конечно, агенты и действующие, так сказать, в этом русле. Ольга Скобеева? Это, я думаю, что из категории полезных идиотов. То есть, не агент КГБ? Думаю, что нет. А вот в части, так сказать, ее супруга, наверное, да. Попова? Да. К сожалению, моего однофамильца. То есть, он агент? Думаю, что да. Думаю, что да. Опять-таки, кстати говоря, они и поженились, по-моему, даже свадьба была, по-моему, в Нью-Йорке. Опять оба работали в Соединенных Штатах Америки. И в данном случае, конечно, интерес в части как агента представлял, конечно, муж, мужчина, то есть, нежели сама Ольга Скобеева. Хотя, исключать того, что и она используется в этом, по крайней мере, в период пребывания в Соединенных Штатах Америки, исключать тоже нельзя. идти на Канделаки. Однозначно сказать, затрудняюсь. Затрудняюсь. Опять, допустим, что да, если такой ответ устроит. А что вы скажете об Алексею Венедиктове? Потому что он как-то очень скромный. Очень странная фигура, очень странная фигура. Очень странная, противоречивая, играющая, условно говоря, из-за правых и за левых, имеющая контакты в администрации президента, черпающая оттуда информацию, порой, так сказать, довольно такую, скажем так, не то чтобы конфиденциальную, но не для широкого распространения. Очень сложная фигура. Возвращаясь к делу Алексея Навального, к гибели Алексея Навального, вероятно, даже убийства. Вы помните в истории КГБ подобные случаи, когда людей, политзаключённых, умершляли на территории тюрем, которые случайно умирали от тромбозов, от проблем с лёгкими и так далее? Ну, знаете, я сейчас могу всех не вспомнить. Конечно, такие моменты имели место быть, безусловно. Безусловно. И не только в тюрьмах. Был такой в своё время, в советское время, известный в определенных кругах поэт Константин Богатырёв, который был убит в подъезде дома, где он проживал. Бутылкой по голове ударили, он от этого удара погиб. Очень много было моментов в связи с тем, что это было не случайно убийство, не случайно нападение. Приписывается КГБ. Вполне возможно, что оно так и было. Так, возможно, продолжается и по сей день. И опять-таки, даже и в системе, условно говоря, КГБ и ФСБ, тоже есть полезные идиоты, которые, желая выслужиться, самочинно могут сочинить такие расправы. То есть, ведёт человек какое-то дело, как говорили там, и сейчас, как бы то это слово, реализации не получается, то есть, не посадить ничего. Остаётся, что, так сказать, вот такой скрытый под криминальное нападение циничное убийство. Я слышал, вот мне рассказывали люди, что, например, и господин Ферчинский в том числе, что в системе КГБ есть структура куда более важнее, чем, условно, даже тот же Путин. Не знаю, что вы скажете. Это коллегия генералов КГБ. Закрытая такая каста в корпорации КГБ. Мы не знаем, кто эти люди, чем они занимаются, что они сейчас решают, но, тем не менее, мне интересно ваше мнение. Это действительно такая отдельно взятая каста, которая куда мощнее, чем Владимир Путин, или нет? И кто эти люди, которые сейчас находятся в этой касте? Я бы не сравнился, не стал бы сравнивать коллегию КГБ ФСБ с Путиным. Путин над ними. А под ним тот же Бортников, та же служба внешней разведки и все прочее. Он вволен их, так сказать, менять по своему усмотрению. Что касается коллегии, как таковой, в коллегию в системе КГБ в советские времена, я думаю, что эта форма сохранена и сейчас, входят начальники управления, то есть начальники ведущих управлений составляют коллегию, где принимаются какие-то коллегиальные решения по наиболее важным вопросам. Это не то, что какая-то каста или что, это просто, как бы сказать, средства занимаемой должности. То есть, если начальник управления, соответственно, он член коллегии и коллегиально, так сказать, там решается вопрос. Но главой коллегии все равно является глава, так сказать, службы. То есть, в данном случае, либо Бортников, либо Нарышкин. В СРВ тоже есть коллегия. А скажите, вот я почему-то сейчас вот о чем подумал. Убийство Навального, вот предположим, что это убийство, все-таки это будет доказано. Решение принималось одним человеком или коллегиально, как вы считаете? Думаю, что одним, потому что чем больше человек, чем больше людей о подобном знает, тем больше возможностей утечки. Конечно, это крайне ограниченный круг людей, так сказать, один на один, не больше. Есть ли люди в системе КГБ, которых боится Путин? Я не думаю того, потому что, если он их и боится, их там уже нет. А есть ли те в системе КГБ, которых Путин готов убрать сейчас? Ну, я затрудняюсь на этот счет сказать. Если, опять-таки, для того, чтобы, я не думаю, что Путин доведет, может довести ситуацию до такого, что кто-то в системе КГБ, ФСБ, так сказать, появится такой, что для него представляет опасность. Он, так сказать, на момент зарождения опасности от него избавится попросту. Он не допустит момента того, что, так сказать, этот человек действительно будет представлять серьезную опасность для него. Я не думаю, что это возможно. А вот интересно, потому что во времена Сталина были чистки в системе КГБ. Ну, тогда это называлось по-другому, но тем не менее. Как вы думаете, Путин тоже пойдет на это? Он тоже начнет чистить систему КГБ, ликвидируя тех или иных, не только ключевых фигур, да, как там, условно, Ежова, Ягода, как это было, а вот условно других, тех, которые были пониже. Там же тоже были огромные исчезли во времена Сталина. Да, 22 тысячи сотрудников НКВД, тогда, так сказать, были репрессированы. Но у Сталина, так сказать, было другое, так сказать, ощущение, так сказать, хотя, в общем-то, отчасти и совпадает. У Сталина были кругом враги, у Путина то же самое, но и Сталин боялся, так сказать, условно, пятой колонны, хотя в России сейчас, в современной тоже часто это звучит, так сказать, термин пятая колонна. Но я не думаю, что положение в органах государственной безопасности Путина настолько может беспокоить, потому что он давно расставил там своих людей, которые четко контролируют ситуацию в этой структуре. Я не думаю, что оттуда может быть ему грозить какая-либо опасность. Вы сказали во время этого интервью, что Путин окружает себя только теми людьми, которые являются или представителями КГБ, или которых он может использовать, или это условно какая-то давничная агентура. Меня интересуют два человека. Первый – это Юрий Ковальчук. Что вы о нем скажете? Что это за человек? Кто это вообще? Ну, прежде всего, опять-таки, то, что я уже о чем говорил, Путин верен, так сказать, своим друзьям. Я вот упоминал в данном случае сообща, хотя Анатолий Сапчак, хотя он не был ему другом, но был его, так сказать, боссом, он, так сказать, поэтому опекал долгие годы его семью. А в части Ковальчука, с которым он дружил достаточно давно, прежде всего, как Ковальчукитти, так сказать, братья Типчетки и другие, они предельно коррумпированы, и коррумпированы именно Путином. Они и стали, так сказать, теми, кем они есть, благодаря ему. Поэтому они ему будут верно служить. До того момента, когда они почувствуют, что для них он стал как бы грузом, вот тогда они могут попытаться от него избавиться. Потому что те санкции, которые в отношении России были, так сказать, осуществлены, и которые, так сказать, продолжают множество, безусловно, наносит им серьезный финансовый ущерб всем этим российским олигархам, которые стали-то олигархами именно при Путине. Поэтому, конечно, в этом консекте Путин его, в общем-то, уже становится обременительным. Олигарх. Вы сами сказали это слово, употребили. Роман Абрамович. Человек, который стал олигархом задолго до Путина. И который финансировал и Ельцина, и Путина. В какой-то мере. Сейчас мы увидели, что у него возле резиденции Путина в Карелии дача Романа Абрамовича. Он сосед. Тоже такой символический жест продемонстрировали Романа Абрамовича приближённый. Свой недалеко дача. Но скажите, пожалуйста, Роман Абрамович – это кто? Это агент. Это представитель какой-то из башен Кремля. Это связующее звено между башнями Кремля. Это кошелёк чей-то. Это человек, который стоит над многими другими. Кто Роман Абрамович, по-вашему? Я напомню, что это, наверное, 89-й даже год. Переначально Роман Абрамович делал детские игрушки. Как вспоминали те люди, которые воздали в тот период времени, жил предельно скромно. Чуть ли, так сказать, не ел и сидел на табуретке. То есть мебель. Даже ящика, а не табуретка, ящика не было. То есть был предельно беден. Но в то же время сумел продать целый эшелон нефти, по-моему, в одной из прибалтийских стран, то ли в Латвии, то ли в Литву, не помню. Сделал на этом первые серьёзные деньги. И, тем не менее, избежал уголовного наказания. Это значит, что жар является фактом того, что он был завербован однозначно. После этого он, так сказать, начал двигаться в своей карьере и был знаком, каким образом, так сказать, он был знаком, познакомился с Анатолием Чубайсом. Не знаю. И вот, так сказать, благодаря Чубайсу он познакомил, Абрамович был познакомлен с Путиным, которому Абрамович и дал бы карт-бланш на введение во власть. То есть, тогда, так сказать, говорилось о том, что в узких кругах, что Абрамович, Абрамовичу Путин понравился. И, так сказать, он дал добро на то, что он может быть первоначально переведён в управление администрации президента Ельцина и, так сказать, начал там делать быструю карьеру. А так как Путин, так сказать, не забывает тех, кто когда-то ему помог, он с той поры окружил заботы и Абрамовича. А Абрамович, конечно, многие-многие десятилетия является кошельком Путина. В этом сомнений никаких нет, я думаю. Но ещё раз, Абрамович был завербован КГБ, вы считаете? Да, вот именно то, что целые, так сказать, нефтепродуктов он сумел продать, было возбуждено уголовное дело в отношении войны, которое ничем не закончилось. Это, конечно, факт вербовки, однозначно. После схожего убийства диссидента Анатолия Марченко в Чистопольской тюрьме в 1986 году, схожего убийства Алексея Навального на смерть Алексея Навального, Запад заставил Горбачёва освободить политических заключённых. Но мне представляется, что сейчас, во-первых, Запад без зубы и ничего он не сможет сделать. А во-вторых, что Путин никого освобождать не собирается, что он начнёт террор в России в ближайшее время. И что система КГБ, в принципе, в это всё дело активно вприжётся. Вот какое у вас впечатление? Террор начался? Он пошёл? Ну, он, по-моему, ещё и не прекращался, Александр. Просто он не достиг тех размеров, которые, вполне возможно, грядут. Но, так сказать, отравление тех лиц, которые мы с вами упоминали, и Навальный, и Карамурза, Владимир Младший, Дмитрий Быков, за которыми целая, так сказать, условно говоря, расстрельная команда ездила и их травила новичком. Это тот же самый террор. Вот. А и гибель нынешней, так сказать, Навального – пример того, что Путин не остановится ни перед чем. Если вот этот нынешний год, год выборов президента России, хотя выборами их не назвать, но тем не менее, когда Путин в очередной раз, вне сомнений, останется на своём посту, если он увидит, что что-либо, не что-либо, а ситуация в стране для него представляет опасность, конечно, он прибегнет, так сказать, к широким репрессиям. Тем более, он и в своём интервью Карсону чётко обозначил, что, в общем-то, он не верит, не доверяет во всех аспектах жизни условному, так сказать, организованному Западу. Поэтому будет действовать так, как он сочтёт нужным, то есть без оглядки на мировое общественное мнение. То есть большой террор в России грядёт? Я, ну, знаете, вот если мы будем применять такую терминологию, нам потом скажут, вот вы видите, вы говорили, что он грядёт, а он не грянул, скажем так, что он возможен и вполне возможно будет осуществлён. Наверное, так будет более правильно сказать, а не так это означает, что он грядёт. Просто путинский режим показал, что он готов абсолютно на всё. Спасибо вам, Владимир Константинович, за интервью. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Оставайтесь, пожалуйста, на всех наших YouTube-площадках. Дмитрий Гордон, Васяков Гордона, YouTube-канал Олеся Басман, напоминаю. Оставляйте свои комментарии, лайки, как можно больше. И, конечно же, кликайте на колокольчик для получения новых уведомлений о наших видео. Их будет больше, больше и больше. Вадим Константинович, спасибо большое вам. И вам спасибо за ваше время и за ваше приглашение в ваш эфир. Удачи вам. Вам тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо.